Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. На 7 миллиардов 800 миллионов рублей выросли доходы бюджета Кировской области. За год об этом сообщил губернатор Александр Соколов, докладывая о целях и задачах на 2024 год. Собственные доходы бюджета выросли на 16% или на 7 миллиардов 800 миллионов к уровню 2022 года. Задача на этот год – сохранить динамику роста собственных доходов, сказал глава региона. Отмечу, что в 2023 году доходы областного бюджета составляли 55,5 миллиардов, в 2022 – 48 миллиардов, в 2021 – 45. «Экономика». Началась продажа билетов на самолет Киров «Минеральные воды». Выполняться полеты будут со 2 мая авиакомпанией «Азимут» на самолетах «Сухой Суперджет-100» вместимостью 100 пассажиров. Полеты два раза в неделю. Кроме этого, кировчанам станут доступны удобные стыковки на международные рейсы из аэропорта «Минеральные воды» по направлениям Анталья, Стамбул, Белисси, Баку, Дубай, сообщают в областном правительстве. Купить билет можно за 4 200, а на 9 мая, как сообщалось, была выставлена цена 1400 за период лета от Кирова до Минвод. Но с покупкой у большинства кировчан возникли проблемы. В правительстве сообщили, что из-за огромного количества желающих купить билеты на сайте «Азимута» произошел сбой. По данным авиакомпании, после появления новости об открытии продаж, одномоментно на сайт зашли более 20 тысяч человек. В эфире «Экономика». Четверти кировчан в 2023 году повысили зарплату. При этом годом ранее ростом доходов могли похвастаться только 15% опрошенных. Без изменений зарплата осталась у 40% работников Кировской области. Еще 16% рассказали, что в прошлом году стали зарабатывать меньше. Таковы результаты исследования, которые представили специалисты HeadHunter. В целом по стране о росте зарплаты сообщили 30% опрошенных. Что касается повышения по службе, то его получили лишь 10% работников Кировской области. Половина работала весь год в одной должности. Чаще всего это представители производства, финансовой сферы, бухгалтерии и безопасности. 8% опрошенных в должности понизили. Еще 18% респондентов не были трудоустроены. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.